всем привет и добрый день из канады сегодня очередное видео из машины еду на работу покупаю кофе и с вами болтаю это видео которое называю кофе по вторникам на самом деле я выкладываю наверно в среду потому что во вторник я снимаю я сразу позволение еще раз надену очки снова потому что солнышко и мне не очень удобно рулить без очков как-то я отсвечиваю немножко но я постараюсь ну собственно говоря это видео болталка смотреть не на что то есть не на что на меня ничего смотреть а я буду разговаривать ой с волосы свои попробую пристроить чтобы они мне так значит поехали я надеюсь что мне не упадет сегодня телефон я надеюсь что все будет у нас нормальный привет одеты и солнечной канады у нас таки до солнце ну холодно ветрено ну ну вот плюс два градуса сейчас у меня машина показывает значит о чем мы сегодня будем разговор говорить я у меня было две темы которые я хотела на которые хотела поговорить я выбирала между двух тем одна тема это принцесса принцесса меган маркл которую вот уже какое время назад было интервью с опрой и в общем это уже все обсудили только я вот с пионерским приветом вспомнила про то что надо бы про это проговорить и вторая тема это тема передачи малахова про хейтеров скучающие домохозяйки 50 плюс или что так и не помню точно как это называется но в общем нельзя слышали вы или нет я малахова честно скажу вообще не смотрю вообще то есть последний раз смотрел малаховы наверно на заре его так начало на передаче сколько лет 10 назад или когда несколько передач и посмотрела и я больше малахова не смотрю больше того у меня нет русского русскоязычного телевидения все это конечно можно смотреть в ютюбе но я как-то я не люблю эту чернуху эти склоки эти скандалы мне это все мне нравится не интересно но тут поскольку везде во всех видео которые я смотрел на ютюбе в комментариях было о том что смотрели ли вы и вот это вот последнюю передачу с малаховым малахова о хейтерах и так далее на ютюбе и поскольку я как бы не некоторые отношения к ютюбу то я подумала может не стоит на эту тему говорить на сегодня нет сегодня не буду сегодня решила все-таки говорить о мэган и я если вы хотите про малахова напишите мне я тоже поговорим на эту тему но на самом деле я очень надеюсь что будет хороший звук прошлый раз я записывала видео из машины и звук был такой ужасный потом что-то дребезжала скрипела шуршала причем звук был очень хороший когда я прокручивала видео в телефоне он когда я загрузила в youtube звук стал ужасным поэтому я заранее прошу меня простить если вдруг окажется что плохой звук и что-то там шуршит и гремит я надеюсь что ваши уши не очень пострадали в прошлый раз они еще пострадают в этом ну все давайте начнем перейдем к мэган значит ну чё то все знаете что там было в общем они дали интервью скандальное интервью мэган и гарри скандальное интервью опре опра это вообще супер-пупер это бог и царь здесь в америке в канаде она считает самая лучшая ведущая ее там просили стать президентом какое-то время она отказалась в общем они говорили что они очень любят она она здесь в общем попро это авторитет вот обра не берет интервью оба у кого если опра берет интервью это значит что эти люди ну как бы восходящие звезды или уже существующие звезды и заслуживает супер внимания всех вокруг и в общем если опра сказала значит 150 тысяч миллионов человек последует за ней и буду делать то что она говорит теперь значит я не знаю вы смотрели интервью не смотрели я не буду пересказывать все что там они говорили в общем-то в этом видео там много чего было но два основных момента которые были подняты вот этой парочкой и подняты шуми шумиха поднятая вокруг двух этих моментов которые которые подняла пресса и в общем все вокруг это были такие основные мамайлстоунс так скажем вот этого интервью которые в общем были совершенно ожидаемы и это было в общем-то гадалки не ходи было понятно что они будут об этом говорить но я хочу сначала двух словах сказать почему я вообще затеяла эту тему и какой я имею к этому отношение я не не имею никакого к этому отношению лично но я хочу сказать что я живу в канаде страна которая официально до сих пор считаются как бы ночью английской короны мы не то чтобы колония но мы как бы считаемся бабац сумка на упала слушать вообще мы считаемся официально посчитаемся официально в очень английской короны и английской королевы когда мы принимали канадское гражданство мы должны были дать клятву на верность королеве английской то есть в общем то мы как бы относимся к англии некоторым образом я вам скажу что в канаде очень очень почитается английская корона мы считаем мы как бы ну в общем очень очень уважаем очень уважительно относимся и все канадцы прям умлеют умлеют от восторга когда речь заходит королеве в любом городе канады есть king street и queen street это королевская улица короля и королевы то есть вообще вся вот этот королевская тема очень муссируется в канаде она очень популярна и и допустим главный один из главных хайвеев то есть дорог в онтарио называется кида были то есть queen elizabeth way это когда-то королева английская там проскакала или elizabeth проскакала на своих в своей карете проехала по этому месту и там построили большую дорогу и назвали ее дорогу в честь королевы queen elizabeth way боже мой это такая очередь стоит за кофе да мне надо здесь разворачиваться потому что я не проеду однако же народ если бы вы видели машин двадцать нами стоит в очереди чтобы взять кофе с тим хорстанс это наш канадской канадский канадский реалий я в том числе ставит на и важно короче значит так вот канадцы очень заинтересованно реагировали на на это интервью потому что в принципе мы как бы считаем себя что мы каким-то образом относимся к этой теме вот и два момента ключевых которые были затронуты в этом в этом интервью это первая тема это расизм и вторая тема это ментальное здоровье то есть две темы которые супер-пупер сейчас популярны и вообще везде и всюду короче первая тема эта тема я даже боюсь произносить это слово вслух потому что я чуть боюсь мне кажется youtube не очень хорошо относится ко всяким ко всяким этим словам цвета кожи принцессы меган который на самом деле пока она не не призналась в том какого она цвета и пока никто не увидел ее маму вообще никто не мог понять какого она цвета и что что не так цвет в этом кожи понимаете если бы она сама не муссировал эту тему не поднимал ее не тыкала ей в каждой дырке то вообще никто бы не знал что она не не совсем белый человек так вот я что хочу сказать там была такая была такая фраза скинуто что значит кто-то кто-то никогда в жизни мы не скажем кто когда она была беременна значит карри не с ней а сгаре обсуждал насколько темным будет кожа у младенца который родиться угарит это преподносится как страшный грех когда он про услышала эту фразу она сделала примерно вот так даже туда не может быть нет нет подождите минуту ну-ка ну-ка расскажите мне это в деталях слушайте я вам хочу сказать все моей семье моя племянница который живет нью-йорке замужем за мальчиком который он китаец не знаю оскорбление называть китайцы китайцам а кого-то еще кем-то еще я не знаю уже сейчас так вот он китаец он родился в штатах но его родители приехали из китая мигранты из китая и он естественно выглядит как китаец и когда моя племянница была беременная мы страшно как выясняется неправильно это было наверно хотя я говорю это сарказмом тоже обсуждали какой у них родится ребенок она белая наша племянница он китаец очень интересно какой как будет выглядеть их ребенок потому что любая смесь любых наций и и раз дети выглядит не совсем так как выглядит стандартный ребенок белый или ребенок китаец а когда они смешаны это это очень интересно и мы тоже в нашей семье когда на ловременное обсуждали ой как интересно какой не родится ребеночек и как будет это интересно как она будет выглядеть это девочка у них родилась девочка очаровательная им хочу сказать вот это вот смешение это просто знаете она такая маленькая маленькая азиатка с огромными глазами ну представляете азиатский разрез глаз большие глаза но азиатский разрез она такая кукла это вообще таких красивых детей видела мало жизнь я люблю конечно поэтому но неважно короче говоря и когда вот это вот подняли они этот вопрос я подумала бог мой мы же тоже вот то же самое у нас было мы когда когда она была беременна и мы тоже обсуждали эту тему и говорили о том что вот очень интересно какая какая же у них родится девочка как она будет выглядеть на кого она будет похожа как 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 это вот как как это будет ну то есть понимаете то есть мы это говорили чисто из интереса любопытства нам было нам было интересно мы обсуждали эту тему большому обсуждали тему с моей племянницей она не была обижена на это абсолютно потому что это естественно любопытство любого человека родственников семье будет знать, как выглядит ребенок Сейчас, секунду, кофе закажу Короче говоря, мы не знали, что это страшная крамольная вещь Обсуждать, как будет выглядеть ребенок Это то же самое, что когда у одного родителя карие глаза, у другого голубые Родственники говорят, интересно, какие у ребенка будут глаза Голубые или карие? В маму или в папу? И, понимаете, весь же вопрос, как это вывернуть Вот я даже думаю, что если с Гарри кто-то обсуждал тему о том Насколько темная будет кожа у этого ребенка Понимаете, можно же это сказать так и можно сказать так Можно это сказать, что просто из интереса, любопытства Можно это назвать то, что это расизм Потому что вообще затронута была тема цвета кожи Потому что в Америке сейчас любое затрагивание цвета кожи Если не речь идет не о белой коже Белую кожу можно трогать сколько угодно Если это не белая кожа, то любое затрагивание этой темы Это табу Понимаете? А я вам хочу сказать, что английский, так скажем, двор королевский Это самое, что ни на есть, ну так скажем, старомодная организация То есть более консервативного места Более консервативная организация, или как они ее называют? То есть фирмы, компании, семейки Наверное, в мире сейчас не существует, чем английский двор Естественно, это, так сказать, old-fashioned Это люди, которые выросли в совершенно других реалиях Совершенно в другом понимании о том, что плохо, что хорошо Что можно, что нельзя Я не говорю, что им все позволено Я не говорю, что они не должны меняться В связи с новыми веяниями И новыми, так сказать, новыми порядками в мире Но, понимаете, человек, который вырос всю жизнь в ситуации о том, что обсуждать цвет кожи младенца не является крамольным Объяснить ему, что он совершил какой-то страшный грех И его теперь надо называть расистом Очень трудно Он просто этого не поймет Потому лишь, что всю жизнь он жил в других реалиях И тут ему сейчас говорят Смотри, папаша, ты теперь не моги вообще слова сказать на эту тему Иначе ты будешь называться расистом Я говорю папаша, потому что Несмотря на то, что ни принц, ни его супруга Не обмолвились, так сказать, тем, кто сказал, кто обсуждал Кто участвовал в обсуждении цвета кожи младенца Все говорят, что это был принц Чарльз Потому что ни королева, ни ее муж не могли это сделать Или даже принц сказал, что это была ни бабушка, ни дедушка Но мы не скажем, кто То есть, естественно, все сводится к тому, что это, скорее всего, был принц Чарльз Потому что Уильям, он молодой, он прогрессивный Навряд ли бы он вообще поднимал эту тему А вот Чарльз, он такой старорежимный Старый козел, который вообще не понимает, что можно говорить, что нет Поэтому я говорю, папаша, ну я как бы не знаю Ой, может быть, это был Чарльз Может, это был кто-то другой Причем, знаете, есть у них такая дамочка Тоже довольно скандальная при дворе Какая-то там родственница их Которая тоже была известна своими какими-то неправильными Не совсем такими высказываниями И то, что она известна тем, что на встречу с Меган Один раз она надела брошку, изображающую чернокожую женщину Что приравняли к тому, что она расистка То есть, понимаете, человек, может быть, наоборот хотел подчеркнуть, что он к ней хорошо относится Потому что она вот брошку надела Так сказать, чтобы вот, ну, сделать ей приятную Потому что ведь Меган сама чернокожая женщина Значит, надевшая брошку Это как, допустим, вы идете на встречу с женщиной русской Российской, славянкой И вы надеваете какой-нибудь там вышитоковтан, например Который характеризует ее национальную гордость и принадлежность Да, как бы давая ей почет и отмечая то, что вы уважаете ее традиции То же самое одеть там абонитовую брошку, изображаясь черную женщину А встреча с черной женщиной для многих людей, может быть, наоборот является признаком того Что вы как бы показываете свое уважение этому человеку Но это все расценили как расизм, неважно Короче, эта дама сказала, что да, шла речь о том, что она знает Что шла речь о том, что обсуждалась, какого цвета будет младельница у Меганы Гарри И человек, который спрашивал, он наоборот как бы выражал надежду Что этот младенец не будет уж таки белый, а будет немножечко смуглый Что, в общем, как бы неплохо, а даже наоборот хорошо и интересно и все такое То есть кому верить трудно сказать Но почему-то я, вот если честно, я склоняюсь к тому, чтобы верить всем угодно Только не Меган и Гарри, потому что в моих глазах Меган, не знаю, вот не верит, не верится Вот, понимаете, все, что она делает, эта женщина делает для того, чтобы добиться своей цели Я ее лично не знаю, но в моих глазах это человек, который манипулятор Который, в принципе, ну как бы пользуется тем, что вот она как-то всплыла на волне вот этого вот своего замужества И теперь она пытается выжить максимум во всех отношениях В финансовом, в каком-то социальном, добиться какого-то социального статуса, успеха в жизни Благодаря этому замужеству Все, что она делает, эта пара и, в общем-то, Гарри вместе с ней противоречат одно другому С одной стороны, люди хотят приватности, поэтому уезжают из Англии Переезжают в Голливуд, приватность, да, в Голливуде приватность И при этом дают интервью, там, позируют перед камерами И делают все возможное для того, чтобы эта приватность, как бы, была не очень приватной Вот, поэтому, знаете, честно говоря, я считаю, что, может быть, было что-то сказано на эту тему Но я считаю, что это все было сейчас раздуто, преувеличено и выставлено в таком цвете И свете, что это были какие-то такие высказывания, не хочу опять произносить это слово Которые, в общем, не очень красиво говорить сейчас вещи по поводу, что это была дискриминация по цвету кожи Меган И я, в общем-то, понимаю, что... Почему? Потому что это сейчас такая тема в Штатах Это такая тема, что только лишь упоминание вообще этой темы может вас либо уничтожить, либо сделать из вас героем Понимаете? Поэтому обойти эту тему и пройти мимо этой темы абсолютно невозможно И я так и знала и прекрасно понимала, что речь пройдет про эту тему На эту тему, тем более, что Опра сама тоже, значит, не белая женщина И поэтому, так сказать, для нее эта тема близка Ей эта тема очень, как бы, ну... Она, естественно, была понятна, что она за нее зацепится И понятно было, что она ее не пропустит мимо Вторая тема – это про ментальное здоровье Меган Где она там чуть ли не заявила, что в какой-то момент она хотела покончить с собой И всем было все равно И никто ей не помог И никто не хотел сделать ей, как бы, помочь ей В общем, как бы, позаботиться о ней Посмотреть на нее другими глазами Никто не придавал значение ее проблемам и так далее И, значит, она при этом произнесла фразу Которая по-английски звучала так, что... Как же она сказала? Она сказала, что в какие-то моменты ее жизни I didn't want to be alive То есть я не хотела жить, если переводить дословно Теперь, если переводить это на... Ну, в общем, в каких смыслах используется эта фраза в английском языке В англоязычных странах I didn't want to be alive Это означает... Это... Может, это значит все, что угодно Но не то, что человек суицидален Это не то, что человек хочет свести счеты жизни I didn't want to be alive Я не хотела быть... Быть... Не хотела быть в живых Это может... Ну, это настолько имеет переносный смысл зачастую Это очень часто используется, что... Я даже не знаю, как это перевести на русский язык Это как... Где найти аналогию русскую вот этой фразе Это примерно как Да ну ее эту жизнь там к черту Да ну ее вот... Да хоть умри Вот точно Вот знаете, вот как по-русски говорят Ну, ой, мне так плохо Ну, что делать? Я не знаю Хоть умри Но никто же не имеет в виду, произнося фразу Хоть умри Что я... Действительно человек пытается Собирается покончить с собой Понимаете? Она не произнесла фразу, что она хотела покончить с собой Она произнесла фразу, что в некоторые моменты ее жизни I didn't want to be alive То есть она так себя плохо чувствовала, что вот прям вот Хоть умри, понимаете? Но это не значит, что она хотела покончить с собой Я думаю, что она не хотела произносить эту фразу Она хотела подвести к этой мысли Но она не хотела произносить эту фразу вслух Потому что это не является правдой Не было у нее ни минуты Я уверена, что у нее ни минуты не было Суицидальных настроений И что она в какой-то момент хотела покончить с собой Да, возможно, ей было очень плохо Возможно, она себя чувствовала не в своей тарелке Не на месте Не так, как она хотела Не так, как она думала Но я не думаю, что это было до такой степени что вот прямо вот хоть в окно выпрыгни понимаете если подумать в принципе меган человек приехал из голливуда пришел из америки но мы все знаем что происходит голливуде да всякие скандалы и в общем для того чтобы стать актрисой в голливуде вы должны пройти простите меня и крым и рым человек актриса из голливуда это не какой-то нежный цветок нежная фиалка на поле где в общем не она такая вся знаете такая такая снежинка и фиалка которая вообще в жизни никогда с ней никто плохо не обращался она такая была прямо вся нежная и такая вся прямо была уронимая и прям вся такая что знаете вот и так слова ник так скажешь и все и же хочется хочется выпрыгнуть в окошко вы понимаете что человек которая актриса из голливуда что она должна пройти и какую кожу слоновию она должна была иметь для того чтобы вылезти в этой в этой мясорубке не побоюсь этого слова как голливуд понимаете для того чтобы в голливуде пробиться вы должны быть не просто толстокожим вы должны иметь слоновию кожу с шипами динозавра и поэтому когда мне человек вот такой вот говорит что я по дворце живя в окружении королевской семьи меня там так обижали меня там так обижали что мне никогда в жизни не обижали что мне просто хотелось вот выпрыгнуть в окно а так меня сильно обижали что она настолько это для нее было вообще не непереносимые обиды я хочу сказать вот станиславск по станиславскому крикнуть не верю потому что чувиха пардон пришла из такого из такого месива как голливуд которым их там так всех обижают знаете что вот эта королевская семья с их там традициями ногти не красть темный цвет колготы носи не носи вечерки осуществуют и послушайте это такая мелочь и тогда глупость по сравнению с тем что прошла эта девица до того как ворвалась так скажем во дворец marketed не поверю что она не могла перенести перенести не могла издевательство королевской семьи издевательство так сказать над ней до такой степени что ее хотелось покончить собой еще раз повторю что я могу поверить что она могла его себя чувствует не своей тарелке она могла себя чувствует не очень комфортно но то что вот и было так плохо что хоть в окошко прыгай, я в это не верю ни в жизни, раз это первое, второе, даже если предположить, что действительно у нее она действительно себя настолько ужасно чувствовала, что ей хотелось покончить с собой, прямо сейчас и она пошла кому-то, я не знаю в администрации дворца и заявила о том, что ей так плохо, что она хочет покончить с собой, или сообщила об этом, например, своему мужу, принцу любимцу своей бабушки, который мог вообще войти к своей бабусе, открывшей ногой дверь и сказать, бабка, ты знаешь моя жена, вот так ей плохо что она сейчас покончит с собой и если это произошло, я ни за что не поверю что дворец королевский который имеет штат психологов, психотерапевтов психиатров и кого угодно решили, что обойдется, пускай она кончает с собой а мы ничего не будем ей делать никак не будем ей помогать вы представляете, какой мега-скандал разразился бы если бы новая, юная в кавычках, неважно новая жена принца только что, так сказать, ставшая принцессой и поселившаяся во дворце покончила бы с собой этот скандал затмил бы скандал с Дианой и скандал этого Мэгзита того, что они сейчас вот то, что сейчас происходит неужели вы думаете, что королевская семья не брала в расчет что если действительно даме так плохо что она готова на самоубийство что нужно как-то что-то с этим сделать и как-то это предотвратить потому что это будет даже не из жалости к ней даже не потому что они ее любят или не любят а только лишь потому что это испортит их имидж настолько и это разразится такой жуткий скандал который невозможно будет ни погасить, ни потушить так лучше ей выписать 125 психиатров 15 психологов и миллион тысячу таблеток только помочь ей так сказать только чтобы вот это все не произошло потому что это было не в их интересах чтобы это произошло поэтому тогда она рассказывает что она была близка к самоубийству и никто не хотел ей помогать во дворце еще раз по Станиславскому мне хочется крикнуть не верю все, видео такое длинное предлинное я не буду разбирать все остальные аспекты этого интервью потому что вот эти два были самые главные основные и эти два с которыми носится вся пресса и все вокруг говорят в общем бедная Меган бедный Гарри бедная Меган и никому не приходит в голову никому не приходит в голову то, что пришло в голову мне например на тему вот хотя бы даже самоубийства ее понимаете ну в общем короче окей, девочки люблю, целую до новых встреч надеюсь, что было вам не очень скучно надеюсь, что вы не очень скучали от моих разговоров и вам было интересно весело и так далее привет от Диты всегда с вами подписывайтесь лайкайте меня увидимся в следующем видео люблю, целую пока-пока бай